Травля, буллинг в школах. Скажите честно, если вас макнут головой в унитаз, попинают ногами, обзовут матерными словами и отберут у вас деньги, вы сможете через пять минут после случившегося с интересом заняться изучением доказательств теоремы Пифагора. Между тем, для некоторых детей это не отдельно взятый трагический эпизод, а каждодневная практика жизни. Страшная проблема школы это травля, буллинг, систематическое, целенаправленное агрессивное поведение детей по отношению друг к другу. Буллинг сложная и неприятная тема, особенно для тех, кто с ней встречался. По последним данным, практически каждый подросток так или иначе встречался с ситуациями травли в позиции агрессора, жертвы или просто стороннего наблюдателя. С буллингом также связаны переживания таких неприятных эмоций, как страха, вины, стыда, беспомощности, ненависти, отчаяния и самое печальное, что эти переживания очень мало обсуждаются. О какой учебе, о каком усвоении материала можно говорить, если ребенок сталкивается с беспрецедентным стрессом, постоянной психологической травмой, да и просто с побоями? Неужели кто-то всерьез может полагать, что получая тумаки и оскорбления на переменах, школьник будет внимательно и продуктивно учиться на уроках? Один день, одна такая 15-минутная перемена может причинить неизгладимый вред психике ребенка. Что уж говорить об ежедневном издевательстве в течение ряда лет. Дети-агрессоры, да и свидетели тоже не могут нормально развиваться. Они живут в искаженном мире, скорее напоминающем отношения между уголовниками в местах заключения. Грязный мат, отборное оскорбление надолго откладываются в детских головах. Эти отношения вовсе не готовят к жизни во взрослом мире даже при всех его недостатках, взрослые люди так себя не ведут на рабочем месте, в семье, на отдыхе. Надо учесть, что сбор статистических данных крайне затруднен. Опросы среди учеников не могут показать объективной картины, поскольку в большинстве случаев дети скроют подобные обстоятельства как позорные, неприятные и порочащие их самих и их соучеников. Но даже по существующим данным, примерно 16% девочек и 17,5% мальчиков во всех развитых странах мира 2-3 раза в месяц становятся жертвами буллинга, независимо от того, в какой школе они учатся, дорогой элитной или бюджетной в социально неблагополучном районе. 7% девочек и 12% мальчиков сами являются инициаторами травли буллерами. Данные почти полностью совпадают для разных стран. В России более 40% учеников сами занимаются травлей и становятся жертвами. Физическое насилие становится причиной подросткового суицида гораздо реже, чем психологическое. На первом месте по частоте встречаемости стоит словесная травля, оскорбления, злые шутки, словесные провокации, обзывания, непристойные шутки и так далее. На втором месте бойкот, на третьем физическое расправа, на четвертом распространение слухов и сплетен, на пятом воровство, отъем личных вещей и прочее. Бойкот в отношении ребенка, который практикуется в течение продолжительного отрезка времени, является самой частой причиной суицида. Различает травлю прямую, когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят и прячут его вещи или отбирают деньги и косвенную. Распространение слухов и сплетен, бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой. Если ты дружишь с ним или с ней, мы с тобой не друзья. Также могут использоваться сексуальные окрашенные комментарии и жесты, угрозы, расистские прозвища. Прямая травля происходит в основном в младшей школе, а пики косвенной травли приходятся на переходы в среднюю и старшую школу, хотя встречаются несчастные жертвы физической агрессии и в старших классах. Мальчики больше девочек склонны участвовать в травле в разных ролях, они же чаще становятся жертвами физической травли. У них отбирают деньги и портят вещи, им угрожают и заставляют их что-то делать, в то время как девочки чаще становятся жертвами сплетен, непристойных высказываний и жестов. С распространением интернета появилась новая форма травли – кибербуллинг, травля с использованием современных технологий – СМС, электронной почты, социальных сетей и так далее. Причем с каждым годом явление буллинга становится все более распространенным. Даже на удаленке дети умудряются через компьютер оскорблять и унижать друг друга в перерывах между классами, а иногда и во время уроков. Есть три основные роли участников ситуации буллинга – это жертва, преследователь и свидетель. Роли могут меняться от ситуации к ситуации и от группы к группе. Участники буллинга обладают определенными личностными и поведенческими чертами и имеют ряд сопряженных с ролями социальных рисков. Для жертв травли характерна чувствительность, тревожность, склонность к слезам, физическая слабость, низкая самооценка, у них мало социальной поддержки, друзей – такие дети предпочитают проводить время со взрослыми. В качестве образца жертвы травли можно описать замкнутого ребенка с поведенческими нарушениями, отрицательными убеждениями о самом себе и социальными и коммуникативными сложностями. Такие особенности могут формироваться чаще всего в качестве последствий травли, но могут выступать ее предпосылками, восприниматься в качестве сигналов для других детей о том, что этого ребенка легко сделать жертвой. Многочисленные исследования показывают, что в группу риска по возможности оказаться в роли жертвы попадают дети, имеющие трудности в обучении, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройство аутистического спектра, диабет, эпилепсию, нарушение веса и другие нарушения и хронические заболевания, особенно влияющие на внешность. Кроме того, с оскорблениями, физическими нападениями и угрозами сталкиваются 82% подростков, воспринимающихся как слишком феминные мальчики и слишком маскулинные девочки или презентующие себя в качестве лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендеров. Дети, оказавшиеся жертвами травли, испытывают сложности со здоровьем и успеваемостью в три раза чаще по сравнению со сверстниками, имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию, головные боли и энурез и совершают попытки суицида. В результате такого опыта у них формируется представление о мире как о полном опасностей, а о себе как о неспособном повлиять на происходящее. Типичного ребенка-агрессора можно описать как человека импульсивного и готового применить насилие для самоутверждения. Дети, практикующие преследование других детей, склонны демонстрировать грубость и отсутствие сострадания к жертве, могут быть агрессивны со взрослыми, им трудно соблюдать правила. Они могут представляться одиночками с дефицитом социальных навыков, но это не так. Они менее депрессивны, одинокие и тревожные, чем их сверстники, и часто имеют среди них высокий социальный статус и группу сообщников, пусть даже небольшую. Агрессоры обладают высоким эмоциональным интеллектом, они хорошо распознают чужие эмоции и психические состояния и успешно манипулируют детьми. Основными мотивами буллинга у преследователей являются потребность во власти, чувство удовлетворения от причинения вреда другим и вознаграждение, материальное, деньги с сигареты, другие вещи, отбираемые у жертвы, или психологическое, престиж, социальный статус и тому подобное. Негативные последствия того, что такое поведение для них становится привычным, низкая успеваемость и прогулы, драки, воровство, вандализм, хранение оружия, употребление алкоголя и табака. Третья группа участников буллинга – это свидетели. Именно в нее входит большинство участников. По данным канадских исследователей, до 68% учеников средней школы бывали свидетелями травли в школе. Интересно, что практически все дети, но чем старше, тем реже, сообщают о чувстве жалости к жертве, но меньше половины пытаются ей помочь. Реакция свидетелей чрезвычайно важна для происходящего. Присоединение к травле и даже малейшее ее одобрение – улыбка, смех и тому подобное, свидетелей, служат вознаграждением для преследователей, а сопротивление и попытки поддержать жертву удерживают преследователя от дальнейшего насилия. Свидетели сталкиваются с внутренним конфликтом, который состоит в том, что попытка прекращения травли сопряжена со страхом лишиться собственной безопасности и собственного статуса в детском коллективе. Негативным последствием для свидетелей травли становится формирование мироощущения, когда они воспринимают среду как небезопасную, переживают страх, беспомощность, стыд за свое бездействие и одновременно испытывают желание присоединиться к агрессору. У свидетелей слабеет способность к эмпатии. Как правило, причины буллинга кроются в следующем – борьба за лидерство, столкновение разных субкультур, ценностей, взглядов и неумение толерантно относиться к ним, агрессивность и виктивность, наличие у ребенка психических или физических изъянов, агрессивность в семье, низкая самооценка, зависть, отсутствие предметного досуга. Предпосылки подобного поведения отмечены еще у социальных животных и проявляются в тех случаях, когда группы молодых особей подросткового возраста остаются без присмотра взрослых. А у людей такое поведение – опять же пресловутое биологическое наследие. Не все дети могут и хотят рассказывать родителям о своих проблемах, и чем старше ребенок, тем меньше вероятность, что он пожалуется родителям на происходящее. Стоит проявлять интерес к делам своего ребенка, но делать это не навязчиво. Если он ничего сам не рассказывает, следует понаблюдать за ним. В первую очередь родителям следует сходить в школу, поговорить с учителями об отношениях своего ребенка с одноклассниками, посмотреть, как ведет себя ребенок в классе после уроков или на перемене, на праздниках, проявляет ли инициативу в общении, с кем общается он, кто общается с ним и так далее. Можно обратиться за помощью к школьному психологу, ему легче осуществлять наблюдение за детьми. Необходимо обращать внимание на следующие симптомы у ребенка. Неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда. Возвращается из школы подавленным. Часто плачет без очевидной причины. Никогда не упоминает никого из одноклассников. Очень мало говорит о своей школьной жизни. Не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки или вообще отказывается звонить кому-либо. Ни с того ни с сего, как кажется, отказывается идти в школу. Одинок, его никто не приглашает в гости на дни рождения и он никого не хочет позвать к себе. Родители также могут заподозрить, что ребенок подвергается буллингу, если у него вдруг появляются такие проблемы со здоровьем, как депрессия, бессонница, боли в животе, раздражительность и, разумеется, синяки. Пропадают вещи. Ребенку, ставшему жертвой школьного буллинга, очень непросто помочь. Перевод в другой класс и даже в другую школу может только ухудшить ситуацию, потому что к новичку будут относиться заведомо предвзято. Кроме того, у ребенка уже сформировался тип поведения жертвы и агрессоры это легко почувствуют. Чаще всего родители и учителя делают то, что легче всего и ни в коем случае нельзя делать – игнорировать случившееся с ребенком и пускать все на самотек. Учить ребенка постоять за себя подло и бесполезно. Агрессоры редко действуют в одиночку. То есть мы предполагаем, что ребенок изобьет всех своих обидчиков. Причем неоднократно, потому что поверженные агрессоры попытаются взять реванш, возможно с привлечением старших друзей. То есть получается, подобными советами или отправляя ребенка в секции самозащиты, мы эскалируем конфликт с непредсказуемыми последствиями. Существует весьма распространенный миф, что якобы жертвами буллинга становятся дети, которые сами виноваты в том, что не могут выстроить отношения со сверстниками, и они должны научиться справляться с трудностями самостоятельно. Долгое время считалось, что жертвами становятся дети, которые в силу особенностей своего поведения и эмоционального реагирования, сами невольно провоцируют других людей на специфически несерьезное или даже презрительное отношение к себе. Это дети возбудимые, неадаптивные, с неприятной внешностью и невысокой самооценкой, а также дети, у которых есть неприятные привычки, грязнули, подхалимы и прочие. Но сегодня виктимизация затрагивает также и вполне обычных учеников, которые имеют друзей и нормальную самооценку. Жертвой буллинга может стать любой ученик, говорит статистика. Родитель, учитель, классный руководитель, директор или другое авторитетное лицо должны вмешаться в ситуацию. Но, во-первых, они предпочитают не вмешиваться, во-вторых, за доносительство жертва может пострадать еще больше и подвергнуться бойкоту всего класса. Забияки часто выбирают себе жертву среди детей с низкой самооценкой. Повышение самооценки помогает противостоять обидчикам, но важно разъяснять ребенку, что агрессия происходит не по его вине. Часто обидчиков мучают проблемы в семье, а также проблемы личного характера. В таких случаях причинение вреда другим людям помогает снять эмоциональное напряжение и почувствовать себя более благополучным. Проблема буллинга стоит настолько остро, что ставит под вопрос ценность школьного образования как социальной среды общения детей. Нельзя обойти вниманием и травлю детей со стороны учителей. Недавно в сети появилась видеозапись разговора учительницы с шестиклассницей. Запись вели одноклассники девочки. «Ты родная дочь или приемная?» – спросила учительница девочку Дашу перед всем классом средней школы города Холмска Сахалинской области. «У тебя есть родители?» «Есть. Они вообще адекватные?» «А ты адекватная?» «Вижу, что нет. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю?» «Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то? Перестань мне здесь изображать припадок!» – отчитывала рыдающую шестиклассницу преподаватель. Причиной этого отвратительного допроса стала… дырочка на кофте у Даши. Совершенно очевидно, что перед нами пример учительского буллинга. Учительница использует одно из имеющихся в ее арсенале средств воздействия на детей. Она выбрала козла отпущения и показательно гнобит девочку на глазах всего класса, демонстрируя остальным, что будет с ними, если они нарушат правила и нормы поведения и не будут лояльными к учителю. Ох уж эта лояльность! Она почти всегда шагает рука об руку с травлей в детских и во взрослых коллективах. Если вы спросите, что влияет на выбор козла отпущения в классе, то трудно ответить на этот вопрос. Но опыт подсказывает, что никто из детей не может быть абсолютно уверен в том, что учительница не принесет в жертву именно его. Конечно, в классе существуют дети из группы риска, отличающиеся плохим поведением, но жертвой такой учительницы могут стать и отличники, тихони, ботаны. Иногда учитель выбирает в качестве объекта травли того ребенка, который пользуется в классе авторитетом, хорошо учится, активно участвует в олимпиадах. И травля может проявляться не только в публичных эмоциональных порках с окриками. Дети годами слушают крики и оскорбления учителей, на которых никто не может или не хочет найти управу. Но есть еще такая разновидность травли, которую можно назвать тихой травлей. Такую травлю очень трудно доказать и ей тяжело противостоять, так как она рядится в одежды учительской заботы о нравственном и психологическом здоровье ребенка и коллектива. Эта травля неявная, но самая подлая. Приведем примеры тихой травли. Подростки 14 лет рассказали, что в седьмом классе у них был мальчик, которого все любили, а учительница, судя по всему, за это и не взлюбила. И когда он заболел, в его отсутствие она почти на каждом уроке говорила классу о нем гадости. Вернее, это были даже не гадости, а слова, которые разъедали детские души, вытравляя из них симпатию к однокласснику. Например, когда они плохо написали контрольную, учительница не применула его вспомнить, сказав, вот видите, Леша с вами нет и вы уже ни на что сами не способны, мне даже похвалить из вас некого. Когда во время подготовки к конкурсу дети решили обратиться к болеющему однокласснику за помощью, то учительница их одернула. Он о вас и думать не думает, вы ему не нужны, вы же по каждому поводу ему звоните, захотел бы нам помочь, уже давно бы это сделал, не так уж он и болен. Подростки мне признались, что даже точно оценивая ее намерение, они стали плохо думать о своем однокласснике, а когда он вернулся, то встретили его холодно. Ребята сказали, что они не хотели идти на поводу у учительницы, но что-то в них поменялось. Они уже с удовольствием смеялись ее шуткам над своим одноклассником, им доставляли радость его проколы и ошибки. Мальчик не мог понять, что произошло за время его отсутствия, а учительница за его спиной могла бросить с ухмылкой такую реплику. Ну, это же Алексей, ему же все можно. Через некоторое время мальчик ушел из школы, а его одноклассники до сих пор досадуют на себя за то, что им пришлось отказаться от дружбы с хорошим парнем. Кстати, после его ухода дети стали открыто демонстрировать учительнице свое негативное к ней отношение. Они всегда ее недолюбливали, но за время тихой травли Алексея подростки не вступали с ней в открытую конфронтацию. Когда же Алексей ушел, то жизнь вернулась в прежнее русло и подростки стали еще больше, чем раньше, донимать свою учительницу и портить ей настроение. Эмоциональное насилие может принимать разное обличие. Оно может быть не таким явным, но в любом случае подрывает психику ребенка, оказавшегося вовлеченным в травлю в любой из ролей. И, конечно, наносит непоправимый вред ребенку, которого в классе сделали козлом отпущения. Очень часто учителя орут на детей, но этот крик скорее признак профессиональной деформации и преподавательской беспомощности, чем элемент последовательного и продуманного буллинга. Но отчитывая ребенка перед всем классом, учитель должен отдавать себе отчет в том, что он подает детской группе сигнал «его можно гнать». Иногда учителю бывает выгодно направить энергию детей в русло травли одноклассника. Травля очень часто сплачивает коллектив, занимает его внимание на какое-то время. Как правило, травля происходит в классах, в которых детей ничем не занимают. У школьников нет увлечений и дополнительных занятий, а мероприятия и уроки проходят скучно. Такие дети и сами, без подсказки учителя, готовы направить свою энергию на разрушение, на травлю. А если еще учитель сознательно становится инициатором травли, то не сдобровать тому, кого они выберут в качестве жертвы. И в таком случае родителям будет сложнее всего установить истину. Никогда в жизни учитель не признает факта травли в классе, если ее сам и инициировал. Никогда другие родители не поддержат протест родителей жертвы, так как их дети становятся заложниками этой ситуации. Никто из них не захочет конфликтовать с учителем, чтобы не подставлять своего ребенка, замеченного в травле. Нельзя допускать, чтобы учителя делали ребенка козлом отпущения. Происходящее является варварским наследием диких времен, уродует детей и наносит вред несоизмеримой с какой-либо пользой, которую могла бы приносить школа. Уж лучше и правда учителей и соучеников заменить на специальные виртуальные программы, ибо травля и даже сама вероятность такой травли делает посещение школы весьма вредным и опасным. У 30% лиц в возрасте 14-24 лет бывают суицидальные мысли. От самоубийств ежегодно погибает около 3000 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству. Не в малой степени на это влияет травля в школе. Школы своим попустительством травля уродуют наших детей, а некоторых доводят до самоубийства, и эта проблема пострашней неэффективности программ обучения. Поощрять ли доносительство в школе? Стучать или не стучать? С ранних лет родившиеся в России знают, что нет ничего хуже, чем быть стукачом, ябедой, доносчиком. Их больше всего презирают и бьют в детских коллективах. Таким образом создается замкнутый круг. Если тебя травят и ты жалуешься на своих мучителей, тебя подвергают еще большей травле. А некоторые учителя могут сказать такому ребенку, что ябедничать нехорошо, и в воспитательных целях раскрыть классу, кто наябедничал, чтобы неповадно было. Ведь есть русская пословица – доносчику первый кнут. Поэтому неудивительно, что учителя в большинстве своем очень неприязненно относятся к детям, постоянно жалующимся на товарищей. Самая частая реакция взрослых на детские жалобы – досада или негодование. Многие дети тоже не любят ябед и жалобщиков. Их считают нытиками, слабаками, им не доверяют, не берут в общие игры. В общем, жизнь у ябеды невеселая. Его презирают, осуждают, избегают. Негативное отношение к ябедам со стороны взрослых связано с мрачным прошлым страны, с теми временами, когда процветало доносительство и стукачество. Но в том-то и дело, что в основе недоносительства лежит лагерная, блатная этика, где сотрудничество с властями нередко карается смертью. Именно оттуда пришло и усилилось в обществе отрицательное отношение к доносительству. Хотя государство и сейчас поощряет граждан жаловаться, сообщать о месте нахождения преступников, о забытых в транспорте вещах, о тех, кто утаивает налоги и так далее, гарантируя анонимность, а иногда и вознаграждение. Существуют даже специальные горячие линии. Так принято не только в России, но и во всем мире. Взрослые часто жалуются, например, полиции, на буянищих по ночам соседей и очень негодуют, если орган власти никак не реагирует. Но нужно понимать, что в школе детские жалобы – это основное средство получения учителями информации о детях. Маленький ребенок обычно не преследует никаких целей, рассказывая всем обо всем. Он не жалуется, не ябедничает, он просто делится информацией. Ведь и взрослые рассказывают друг другу обо всем, обсуждают поступки окружающих. Ребенок это наблюдает и не видит в посвящении во все подробности окружающих ничего предосудительного. Такая излишняя детская честность часто ставит родителей в неловкое положение. Вспомните почти анекдотическую ситуацию. На вопрос знакомых, понравился ли маме их подарок, малышка отвечает, а мама сказала, что у нас такой ерунды полон дом. Что такое жалоба, ребенок понимает, когда окружающие начинают реагировать на его слова соответствующим образом – утешают, сочувствуют, ругают обидчика или говорят – жаловаться нехорошо, не ябедничай. Согласно наблюдением психолога Шакурова «Самолюбие детей», уже четырехлетние дети, возвращаясь из садика, гордятся тем, что они не ябеды, то есть не жалуются. Именно родители и воспитатели, порицая детей за жалобы, повторяя, что жаловаться нехорошо, надо разбираться самим в своих спорах, отказываясь вникать в суд детских взаимоотношений, присваивают ребенку статус ябеды. Честно говоря, это высшая степень идиотизма. Виноват не ябеда, а тот, кому направлена жалоба, если он не может отреагировать на нее так, чтобы никто не пострадал. Ведь у учителя не наказательная, а воспитательная функция. Что же, получается, если ребенок расскажет, что дети задумали заняться чем-то опасным в школьном дворе, то он ябеда и не должен этого делать? Здесь весь вопрос в том, как учителю следует на это отреагировать. Во-первых, ничем не выдать информатора. Во-вторых, мягко пресечь опасные действия и провести беседы с детьми, желательно один на один, объяснив, какие страшные последствия могут быть от их действий. Может, конечно, что все это не поможет, но по крайней мере, такова должна быть реакция. Итак, ябед ненавидят, потому что не хотят быть наказанными. А если в ответ на жалобу не последует наказание, а, например, детям, которые пытались бить молотком по боевому патрону, вместо этого предложат нечто более занимательное, но безопасное, то в чем же вред такой жалобы? Наиболее активно жалобы процветают в начальных и пятых-шестых классах средней школы. Подростки жалуются очень редко, предпочитая разбираться со своими проблемами самостоятельно, однако, к сожалению, не всегда удачно. В проблему детских жалоб бывают вовлечены и родители, и учителя, и психологи. Учителей выводят из себя мелочные и несвоевременные жалобы учеников. Распространенная ситуация. Во время опроса учитель вызывает ученика, поднявшего руку, а тот сообщает, что Петя забрал у него карандаш. Родителям же не хочется, чтобы их дети росли ябедами, так как они считают, что за ябедничеством скрывается трусливый, склочный характер или полагают, что ребенок не занимается своими делами, а сует нос в чужие. Для психолога жалоба – это в первую очередь сигнал о проблеме. Следует различать жалобы и злостное ябедничание ребенка, когда жалобы имеют корыстную цель. Большинство жалоб непредсказуемы, они рождаются стихийно. Ребенок замечает что-то и может рассказать взрослому из-за плохого настроения, обиды, неумение промолчать, такой уж характер, но может и не рассказать, потому что не хочет связываться или из солидарности. Некоторые виды доноса спровоцированы самими взрослыми. Отмахиваясь от оправданий, наказывая всех без разбору, пуская происшедшее на самотек, взрослые ставят ребенка перед необходимостью защищаться самостоятельно. Дети перестают доверять взрослому, считая его несправедливым. Кстати, самая распространенная причина разочарования ребенка в учителе или родителе – несправедливость по отношению к детям. Никогда не следует торопиться с выводами. В первую очередь, необходимо выяснить, что побуждает ребенка жаловаться. Чаще всего, жалуясь, ребенок рассказывает о своих проблемах, иногда ему достаточно внимания и сочувствия. Во всем мире существуют организации, куда ребенок может обратиться за помощью или где просто может излить душу. Наверное, такие организации нужны детям, не нашедшим понимания и справедливости у своих близких. Но стоит ли доводить до этого? Что в действительности скрывается за детскими жалобами? Беспомощность. Когда ребенок сталкивается с ситуацией непонятной, опасной, он идет к взрослому за помощью. Он делится информацией о происходящем со взрослым. Если его или кого-то обижают, угрожают расправой, затягивают в какое-то нехорошее дело, ребенок идет за советом, помощью, защитой. Взрослый для ребенка – последняя инстанция, к которой он обращается, если не может справиться сам. С возрастом таких ситуаций становится все меньше, жалобы сходят на нет. Хотя во многом это зависит от степени самостоятельности ребенка. Ребенок делится своими наблюдениями за другими людьми. Он не знает, как реагировать на то или иное происшествие. Он не жалуется, а ставит в известность и ждет разъяснений, как быть. Или он знает, что происходит что-то недозволенное, но не может это предотвратить самостоятельно. Некоторые ситуации требуют срочного вмешательства. Например, дети играют в игру, грозящую травмой. Иногда достаточно разъяснений. Вася взял эту книгу, потому что я ему разрешил. Но бывают и жалобы с корыстной целью. Месть. Если ребенка не берут в игру, обижают сверстники, то он стремится взять реванш с помощью взрослого. Наиболее часто жалуются дети, отвергаемые сверстниками, слабо успевающие, неуверенные в себе, с низкой самооценкой. Такого рода жалобы прекращаются, если у ребенка налаживаются отношения в коллективе. Жалобы могут быть попыткой самоутверждения. Ребенок владеет некоторой информацией о других детях, которой он делится со взрослым, чтобы почувствовать свою значимость. Кроме того, таким способом ребенок стремится привлечь к себе внимание взрослого и заставить сверстников считаться собой. Если ребенок будет чувствовать себя комфортно в классе и у него появится возможность проявить себя в какой-либо области, творчество, общественная деятельность, учеба, то ему не нужно будет прибегать к жалобам как к средству самоутверждения. Можно по-разному относиться к детским жалобам, но необходимо понимать, что принимая меры, мы всегда поощряем детей жаловаться и дальше. Бесполезно запрещать ребенку жаловаться, необходимо разобраться в причинах, побуждающих его к этому. Запрещая, вы отобьете у него желание делиться с вами своими проблемами. Первопричина всех детских жалоб – доверие взрослому и надежда на помощь с его стороны. Ребенок, не чувствующий себя защищенным, будет жаловаться на все и всем. Если вы подадите ребенку пример разрешения проблемы, то, возможно, в следующий раз он попробует справиться с ней самостоятельно, а не побежит к вам за помощью. Если ребенок часто жалуется, за этим может скрываться нехватка внимания со стороны окружающих, уязвленное самолюбие, отчаяние. Иногда маленькому ябеде достаточно, чтобы просто выслушали и посочувствовали, он не жаждет мести, а ищет вашего участия. Например, он жалуется на придирки учителя, на то, что его не пригласили на день рождения, толкнул неизвестный старшеклассник, накричали в столовой. Вы мало что можете исправить в этих ситуациях. Выслушайте ребенка, обсудите происшедшее, расскажите что-нибудь из своего опыта, посоветуйте, как избежать подобных ситуаций в будущем. Самое главное – проявить внимание к проблемам ребенка. Чтобы жалобы друг на друга не превратились в склоку, предложите детям сесть за стол переговоров и всем вместе обсудить взаимные претензии, найти выход из сложившейся ситуации. Вообще, старайтесь обсуждать и выслушивать все жалобы в присутствии противоположной стороны, давая высказаться каждому. Это приучит детей к самостоятельному и конструктивному разрешению конфликтов. Если ваш ребенок прослыл жалобщиком и нытиком, понаблюдайте за собой, не слишком ли часто вы сами жалуетесь всем окружающим на свою жизнь. Может быть, он просто берет с вас пример? Не следует сравнивать детей между собой. Тот, кого ставят в пример, начнет чувствовать свое превосходство и будет ябедничать, чтобы еще больше самоутвердиться. А тот, кто не дотягивает, будет ябедничать из желания отомстить. Обида, зависть – довольно частая причина школьных жалоб. Учитель хвалит Колю за правильный ответ, а Таня, которая хотела ответить, но ее не спросили, заявляет, а он подсмотрел в тетради. Миша ест украдкой на уроке яблоко, а у Толи нет яблока и он закладывает Мишу. В отличие от вынашиваемой мести, эти жалобы рождаются спонтанно, они ситуативны. В общем-то, и в этом случае ребенок стремится к справедливости. Почему он ест, когда нельзя? Почему он молодец, хотя подсматривал? Но ребенок уязвлен, поэтому ябедничает. Если учитель сделает замечание нарушителю, то это подскажет ябеде, каким образом можно воздействовать на окружающих. Если же учитель сделает замечание самому жалобщику, тот еще больше уверится в несправедливом отношении к нему. Можно ответить, что пользоваться своими записями не запрещалось, это разъясняющая реакция. Можно сделать двойное замечание. Миша, видимо, не успел позавтракать на перемене. Толя, ответь, пожалуйста, на тот вопрос, который был задан. Воспитательная реакция. Ребенку дают понять, что если обращаешь на себя внимание, то изволь работать вместе со всеми. Защита себя и других, в том числе и от несправедливого наказания. Для ребенка высшей инстанцией является взрослый. Сначала родители, потом воспитатели и учителя. К ним он идет со своей проблемой, жалобой. При этом он всегда ожидает справедливости. Провинился – будешь наказан. Не виноват – все будет хорошо. И если взрослый сам не видел, что произошло, ребенок считает необходимым рассказать ему во всех подробностях. Тем более, что сами взрослые и побуждают ребенка к откровенности, просят от них ничего не скрывать. Увидев плачущего ребенка, старшие обязательно спрашивают – что случилось? Кто тебя ударил? Если взрослому не досуг разбираться, кто прав, кто виноват, если он наказывает всех, чтобы неповадно было, то тем самым провоцирует детей на доносы. Так они стремятся избежать несправедливого наказания. Опасен в этом отношении и способ поиска виновного, часто практикуемый в детских коллективах. Пока не найдем виновного, никого не отпущу гулять. Когда некому защитить его от несправедливых обвинений, ребенок защищает себя сам, указывая на подлинного виновника. Нередко ребенок идет на шантаж. Вот я учителю расскажу. Если не примете меня в игру, расскажу, что это вы. Угрожая разоблачением старшим товарищам или сверстникам, ребенок заставляет их принять свои условия. Этому очень удобному и распространенному способу манипуляции сверстниками ребенок учится у взрослых. Вот скажу папе, не будет тебе зоопарка в воскресенье. Будешь шалить, поставлю двойку, родители тебе покажут. К подобным жалобам прибегают чаще всего дети, претендующие на роль лидера, но не умеющие завоевать авторитет другим способом. Откровенное предпочтение взрослыми одних детей другим тоже является источником частых жалоб. Ответ, отвергнутого ребенка ябедничать побуждает ревность к братьям и сестрам, к выделяемым учителям детям, за которые может скрываться и желание отомстить, и зависть, и взывание к справедливости. Учительские или родительские любимчики могут использовать угрозу пожаловаться как шантаж, взрослые становятся средством воздействия. Для учителя жалобы делятся на два типа, требующие немедленного вмешательства, например, дети делают нечто опасное для здоровья и жизни, дерутся, громят класс, и те, когда достаточно ограничиться советом, рекомендацией пострадавшему, как вести себя, а также отсроченным выговором обидчику. Наблюдая за детьми, зная особенности их взаимоотношений со сверстниками, с родителями, можно сделать вывод о причинах, побуждающих ребенка жаловаться. Ребенок, отвергаемый сверстниками, слабо успевающий, неуверенный в себе, имеющий более успешных брата или сестру, на которых родители и возлагают все свои надежды, будет чаще всего жаловаться из желания отомстить от обиды и зависти, но за этими жалобами будут скрываться его беспомощность и отчаяние. Ребенок с завышенной самооценкой, с неадекватно высоким уровнем притязаний, амбициозной и стремящейся к лидерству, но не умеющий сотрудничать со сверстниками, к которому родители предъявляют очень жесткие требования, будет жаловаться из желания самоутвердиться, из зависти, может использовать жалобы, как шантаж сверстников. Встречаются в классе и всеобщие заступники. Такой ребенок требует справедливого отношения ко всем, искренне уверен, что без него не разберутся, основная черта его характера – честность. Его жалобы – это попытка защитить себя и окружающих от несправедливости или предупредить взрослого о том, что происходит. Зная особенности поведения детей, вы можете реагировать по-разному на их жалобы. Например, Маша жалуется на Васю, который ее ударил, а вы знаете, что Маша кого угодно может вывести из себя. Тогда Маше скажите «очень жаль, что так вышло», стараясь впредь держаться от Васи подальше. А с Васей поговорите наедине о необходимости сдерживать свой гнев, о неприемлемости рукоприкладства и способах мирного разрешения конфликтов. Если же ребенок пострадал от дрочуна и забияки, можно среагировать на жалобу следующим образом. Ну что же, придется мне очень серьезно поговорить с твоим обидчиком. Не спешите реагировать на жалобу. Обдумайте полученную информацию, иначе маленькие шантажисты будут использовать Вас как оружие для достижения своих целей. На некоторые жалобы сообщения можно реагировать так «Хорошо, я разберусь». Исключения составляют случаи, требующие моментального вмешательства, например, игры, опасные для жизни детей. Старайтесь избегать прямых обвинений и конкретных санкций. Если ребенок жалуется, что его дразнят, можно предложить ему разобраться, почему так происходит, предложить тактику поведения. Не злоупотребляйте частыми публичными разборками. Старайтесь не использовать фразы типа «разбирайтесь сами, это ваши проблемы», «меня не волнует, кто виноват, а кто нет». Если у провинившегося не хватает смелости признаться, то наказаны будут все. Таким образом вы настраиваете детей друг против друга и провоцируете их самостоятельно разрешать конфликты, а решать они их будут вовсе не цивилизованными методами. Большинство родителей возражают против того, что ребенок ябедничает. Однако родители не должны оставлять без внимания информацию, которую выдает им ябедник, поэтому им приходится оказываться в двойственной ситуации. Обычно ябедничать склонны дети в возрасте до 6 лет. Детям, которые ябедничают, редко делают замечания, хотя эта склонность не поощряется. Родители, по-видимому, хотят получить от ябеда информацию, но не приветствуют его эгоистичных побуждений, почувствовать себя более значимым, расстроить брата или сестру и т.д. Большинство детей вырастают из того, чтобы ябедничать. За необоснованные наговоры обычно наказывает тот, кого оговорили. Чаще всего он находит что-то, чем можно отомстить своему обидчику. Естественный результат ябедничания – это еще большие оговоры. С точки зрения Нехамкина, донос – это многоаспектный феномен. Он объединяет различные грани общественных и личных отношений. Донос можно разделить на несколько категорий. Информационный смысл этой области в том, чтобы передать сведения о каком-то лице или группе лиц, которые хотят скрыть какую-либо информацию. Данная информация должна быть обработана и показана в требуемой форме, чтобы по ней можно было бы предпринять какие-то меры. Психологический фактор. Человек внутренне себя подготавливает к тому, что он доносчик. Для этого необходим определенный микроклимат в обществе, который активно поощряет это явление. Этическое явление. Донос не нарушает практически никакую заповедь Моисея из десяти. Однако в большинстве культур донос так или иначе представляется в виде определенного зла, и он должен оправдываться тем, что предотвращает какую-то страшную беду. Даже в западных культурах, известных своим доносительством, существуют негативные эпитеты, обозначающие доносчиков. Крысы, хорьки. Нечего уж и говорить о русской фене. Например, для обозначения доносчика в уголовном жаргоне имеется более сотни наименований. О позитивной роли доноса говорил, например, русский публицист, мыслитель Солоневич. Он считал, что монархию в России, которая, по его мнению, была лучшим общественным строем, чем СССР, можно было спасти, если бы люди сообщали в определенные структуры о деятельности революционеров. Мотивация. К ней можно отнести алчность человека. Например, государство с древности поощряет человека, который доносит, каким-то денежным вознаграждением или каким-то имуществом. Также к мотивации можно отнести и личное желание устранить своего конкурента, например, по бизнесу. Конечно, у доносчика может быть совершенно искреннее стремление помочь своему государству. Также может присутствовать страх за то, что не донес информацию до вышестоящих органов государства. Все перечисленные мотивы доносчиков на практике часто пересекаются и могут образовать каждый раз специфическую систему взглядов на нее. Профессор Фридрих Хейер в книге «Демократия и доносительство» назвал поощряемую систему стукачества раковой болезнью общества. Однако официальные власти думают по-другому и используют систему негласных информаторов гораздо шире, чем это диктуется подлинными интересами безопасности. Вопрос, стучать или не стучать, вовсе не к стукачам, а к тем, кому стучат. Если они считают себя вправе жестоко наказывать, не разбираясь и не устраняя корень проблемы, то, конечно, не стучать. Всем будет только хуже. Но если тот, кому направлены жалобы, реально постараются выправить ситуацию, по возможности никого не ущемляя и не обижая, то стукачество – никакая не раковая опухоль, а возможность сделать общество безопасней, прозрачней и счастливей. Сходство школы с тюрьмой. Как и любое казенное учреждение, общеобразовательная школа обладает типичными отличительными характеристиками, связанными с постоянным напоминанием, во-первых, о ее принудительном характере, а во-вторых, обезличенной природе. Это прежде всего вызывает ассоциативный ряд с тюрьмой, что прямо противоположно декларируемому эффекту отобразования, как одного из фундаментальных средств освобождения человечества посредством его просвещения. Возможно, само по себе просвещение родилось в полемике с существовавшими веками государственными институтами. Именно поэтому произошла такая вопиющая подмена ценностей. На определенном историческом этапе сотрясаемая революция и традиционное государство попыталось и небезуспешно присвоить себе источник самой революционности. Оно подчинило себе через систему образования то самое крамольное просвещение, сделав его контролируемым и предсказуемым. С этого момента посаженная за решетку просвещения осталась лишь утлой лампочкой в одиночных или коллективных камерах приговоренных. Да, именно так, ибо с момента, когда государство присвоило себе право принимать законы о принуждении населения к просвещению и появилось образование в его современном виде, система принуждения проникла в вольницу. Она начала проявлять себя в форме этапов, казенных домов, воплощаться в надзирателях, в которых волей-неволей превратились воспитатели и преподаватели, осуществлять контроль с помощью системы сертификации и тому подобное. Через систему образования, уклониться от которой само по себе может вызвать в ряде стран уголовную или административную ответственность, согласно текущему законодательству, государство получило возможность регулировать процессы формирования человеческого сознания в тех формах, которые выгодны ему. Порой даже не обществу, формально учредившему государство, а именно государству выгодно через институциализацию воспитания и учебы регулировать принципы и подходы, согласно которым каждый отдельный человек в итоге оказывается без преувеличения узником тех или иных мировоззренческих схем, из которых вырваться уже не в состоянии. Неудивительно, что в школу идут угрюмо, а выходят оттуда как на свободу. Оказывается, что даже в неосознаваемой форме человеческая природа безошибочно узнает попытку лишения ее изначально присущей воли и выбора внутреннего характера во имя навязанных внешних. Человек, отбывший срок, при этом как бы заслуживает право на освобождение, иногда и досрочное. Более того, какая ирония, те, что демонстрируют, казалось бы, наивысшие способности к умственному труду, читай, просвещению, в реальности продолжают сидеть, часто пожизненно. Нередко возвращаясь в школу уже в роли учителей, не менее несвободных, подневольных и забитых. Подавая рабство под видом свободы, система образования искусно отбирает у формирующегося человека те источники выбора и ту силу воли, которые могут быть опасны для государства. Стандарты образования должны в той же мере быть исполнены, причем в надлежащий срок, как и наказание за право нарушения. Эти наказания и сроки за них государство предусмотрительно вынесло за скобки системы образования, нацеленные на аудиторию, по его же законам, как бы выведенную еще за рамки уголовно-правовой ответственности. Не является ли такой подход истинной причиной не просто подмены ценностей, но глубинной сублимацией государством своей истинной цели – порабощение человека всеми возможными способами. Ибо везде, куда проникает законодательное регулирование этой обезличенной системы, проникает и бездушное принуждение, уродующее человеческую природу нередко до неузнаваемости. Попробуем разобрать, что же происходит в обычных школах, на что это больше всего похоже. Жесткий режим. Во время урока даже в туалет могут не пустить, нужно сидеть и молчать. Общаться с друзьями нельзя. Учителю можно только в строго определенной форме что-то сказать, предварительно подняв руку. И только когда дозволено. В столовой кормят чем-то отвратительным на вид и на вкус. Строгий контроль перемещения в пространстве. Нельзя бегать и выходить из школы даже на переменах. Если выходить и разрешается, то только парами под присмотром педагога. Во время пандемии в рамках карантинных мероприятий можно перемещаться только из класса в ближайший коридор и обратно. Общение между классами запрещено. На входе – турникеты. Вход и выход по карте, а информация об этом сразу попадает руководителям и руководству школы. Нужно по отмашке учиться и отдыхать, выполнять задания в строго заданное время. Никакой возможности делать что-то в более-менее свободном режиме. Даже освобожденные от физкультуры дети вынуждены просто сидеть в спортзале на лавочке. Им даже нельзя книжку почитать, не говоря уже о том, чтобы сбегать домой и немного отдохнуть. Не напоминает ли это тюрьму строгого режима. Одно тут есть важное различие – в тюрьме хотя бы учиться не заставляют, уравнения решать, не ставят оценки, от которых потом вся дальнейшая жизнь зависеть может. К примеру, с принятым сейчас выставлением четвертных и годовых оценок при помощи автоматического вычисления среднего, получается, что если ребенок получил двойку на контрольной, выставляется двойка с индексом 3. Отныне, сколько бы ни пытался ученик исправить оценку, как бы ни старался в освоении предмета, даже если к концу года он будет заниматься на пятерке, та первая двойка в начале года черным пятном останется на репутации ученика, ведь средний балл за год все равно будет ниже, а значит и годовая оценка. Ученик, таким образом, однажды получив низкую оценку, понимает, что далее стараться бесполезно, все равно итоговая оценка уже никогда не будет высокой. На практике именно это и наблюдается – потеря мотивации. Ученик однажды оступился, может устал или просто думал над чем-то по другому предмету, отвлекся не вовремя. Дети же не роботы. Вот и получил низкую оценку. Посмотрел средний балл и понял, что теперь уже ничего нельзя исправить, а потому можно дальше и не пытаться что-либо делать, ибо бесполезно. Даже интерес к любимому предмету может пропасть. Отсюда вывод. Хотите считать автоматически, примените более продвинутые алгоритмы вычисления четвертных и годовых оценок, ведь не зря же столько лет люди развивали математику. Или доверьте ставить оценки учителям, которые хорошо знают детей, которых обучают, если знания экспертов в области математики не позволяют разработать адекватный алгоритм. Давно известно, чтобы кого-то чему-то научить, необходимо дать возможность пробовать много раз ошибаться, не бояться ошибок, отрабатывать таким образом разного рода навыки. Но принятая система оценивания ошибаться не позволяет совсем. Вернее, позволяет, но каждая ошибка обойдется слишком дорого, что и заставляет учеников бояться ошибок, часто отказываться браться за сложные задачи, а это для эффективного обучения совсем неприемлемо. Если мы ко всему этому прибавим тюремный режим так называемого обучения в школе, то странно удивляться, что обучение в массовой школе оказывается неэффективным и по большей части не оставляет следа в памяти учеников. И даже в той ситуации, где хоть что-то изученное в школе могло бы пригодиться, люди не могут вспомнить необходимое. К сказанному выше вспомним также популярный нынче термин камера хранения детей. Так часто сейчас называют массовую школу. По сути, многие родители воспринимают школу именно так. Их можно понять, ведь они, как правило, работают. Им нужен кто-то, кто занимался бы детьми, ведь у них на это времени нет или слишком мало. Неработающие родители нередко просто хотят иметь время заняться собой. Таким образом, необходимо, чтобы кто-то хотя бы часть дня позаботился о детях. При этом родителям удобно думать, что ребенок в государственной бюджетной школе чему-то учится еще. Это, конечно, чистой воды самообман. Бюджет идет в основном не на обеспечение школ и процессы обучения в целом. По качеству получаемого детьми образования это очевидно. Также очевидно, что вся организация процесса не соответствует интересам учеников, а направлена лишь на получение определенной статистики, достижения целевых показателей, ничего общего не имеющих с реальным качеством школьного образования. При этом многие современные родители выучились примерно по такой же системе, что существует в наши дни и прекрасно осведомлены о ее эффективности, но все же тщетно тешат себя надеждой и делают вид, что некоторые инновации, вроде электронного журнала или цифровых ресурсов, новых предметов или просто новых тем по тому или иному предмету, принципиально решат все проблемы, и их дети, сдаваемые регулярно в эту камеру хранения, будут образованнее родителей, а их обучение эффективнее и полезнее для жизни. Увы, из года в год повторяется одно и то же. При этом всех буквально из-под палки гонят в государственные школы. Мало кто из родителей, даже имея возможности, видит хоть какую-то альтернативу. Чаще это видение ограничивается рассмотрением лишь аналогичной же по организации частной школой. И очень мало кто имеет возможности, хочет и решается на переход к иным формам обучения. При этом государственные школы часто сопротивляются, не желая терять учеников, ведь им за учеников перечисляют бюджетные деньги. Да и чтоб другим не повадно было. Таким образом, множество родителей, которые могли бы сделать обучение детей более персонализированным, интересным для них, могут и не решиться, или просто не суметь перевести ребенка на ту форму обучения, которая наиболее удобна семье, а порой даже не знать о такой возможности. При подобном подходе система образования не развивается, а деградирует. Ведь если бы оценочная успешность школ не зависела от числа учеников, если бы давалось больше возможностей для альтернативных форм обучения и не ставились препятствия тем, кто готов обучаться вне школы или заочно, например, государственные школы могли бы быть в значительной степени разгружены, а качество обучения значительно повысится за счет меньшего числа учеников в классах. В крупных городах число учеников в классе бюджетной школы достигает 30-40 человек, потому что никто не имеет права отказать в обучении, и это выгодно школе, а школы учителей, как правило, не хватает. Вот и получаются школы в виде таких тюрем для детей. Если вспомнить сказанное о травле в школах, то сходство практически полное. Сходство школы с психушкой Воздействие системы образования на психику каждого отдельно взятого человека огромно и часто имеет непредвиденные последствия. Непредвиденные в основном потому, что никто и не пытается представить себе такие последствия, либо рассуждения о них не приветствуются самой системой. На самом деле, в психологической теории и практике накоплен уже достаточно обширный опыт взаимодействия и даже лечения целого ряда врожденных и приобретенных болезней психики, неврозов и комплексов. Система образования, к сожалению, в своей современной форме скорее стимулирует их появление и развитие, чем способствует устранению. Не лечит, а калечит, выражаясь яснее. Здесь надо признать, что молодые люди вообще, а особенно дети, в своем естественном состоянии склонны вести себя как буйно помешанные. Они кричат, толкаются, скачут, выделывают несуразные фокусы. Причем, чем младше возраст, тем более дикое впечатление производят их действия. Хотя и подростки не отстают. Обуздать такой класс можно только криком, угрозами, буквально физическим удалением из класса или постановкой в угол самых активных заводил. Хотя подростка в угол поставить сложнее. Недаром в некоторых школах учителя совершенно обоснованно боятся своих учеников, причем это характерно для самых разных стран мира. Буйство детей и молодежи – очевидный факт, и ничего с ним не поделаешь. Видимо, животная составляющая в нас настолько сильна, что не проявляться не может. Поэтому справиться с ней невозможно без не менее животных контрдействий. Повышение голоса до уровня агрессивной истерики, угрозы, стук кулаком по столу. Травля и оскорбления со стороны опытных учителей тоже не взялись ниоткуда. Это их защитная и стабилизирующая реакция на естественное поведение детей. Человек, попадающий в воспитательное и затем образовательное учреждение, на самом деле уже попадает как бы в учреждение исправительное. Коррекция – излюбленный эвфемизм для обозначения того, что система определяет как отклонение от нормы, которое, естественно, должно быть устранено. Но система эта декларирует свой гуманистический характер. Иными словами, она не может принуждать при помощи насилия, хотя в достаточно недалеком прошлом такое скорее было нормой, буквально пороли розгами, били линейкой, развешивали подзатыльники. Она должна воздействовать при помощи убеждения и внушения. Как пел по другому поводу Высоцкий – «бить нельзя их, а не вникнуть, разъяснять». Что же, как не эти способы, раскрывают то, что система опять-таки пытается утаить, скрывая все это под благообразной ширмой коррекции? Система образования действует принуждением на психику через самые различные процедуры. Это часто подается под видом воспитания, но на деле говорит о характере образовательных учреждений как добровольно-принудительных психиатрических отделений. Характерно, что системой, как всегда, пытаются манипулировать с обеих сторон. Учащиеся, которые в силу способностей или возрастной группы попадают в разряд отклоняющихся и восставших в той или иной форме против системы, по-разному обрабатываются преподавателями и администрацией. Не случайно, что в настоящее время школьные психологи, читай, заместители психиатров, стали довольно распространенными работниками. И опять-таки не случайно, что они, возможно, единственные из таких работников, которые легко и непринужденно могут сочетать в своей деятельности элементы как учебно-воспитательной, так и административной деятельности. Получается, что они функционируют в виде своеобразных катализаторов всей системы на сегментарном уровне. Ребенок, попадая в школу, однозначно становится объектом психотропной среды. Это отнюдь не тот естественный коллектив с предполагающейся социализацией индивида в среде, о котором любят рассуждать. Состав класса случайен. Школьный коллектив всегда искусственен, подчинен регламентирующему влиянию со всех сторон, иерархичен, испытывает разные уровни изоляции как на индивидуально-межличностном, так и на межгрупповом уровне. Дети, собранные в такие коллективы, нередко регулируются как по части их бэкграунда, так и качественных, половозрастных особенностей и даже наклонностей. Над ними регулярно производят более-менее скрываемые эксперименты, мотивируя все это в конечном итоге их же благом. В этих случаях система говорит о повышении эффективности. Такая эффективность связана в первую очередь с психотропным воздействием. Распространенная в настоящее время практика тестирования еще более способствует внутрисистемному отчуждению человеческой личности, сводя институт проверки знаний к обезличенному, механически усредненному нажатию кнопок, что наносит еще один удар по имиджу системы как социализирующей личность. Наряду с жесткими требованиями и видимым контролем деятельности учеников в стенах школы, очень и очень часто можно наблюдать полный хаос, как на уроках, так и переменах. Дети носятся, кричат, перебивают учителей, совсем не реагируя на замечания взрослых, часть тихо сидит в телефонах, даже не пытаясь разобраться, хотя бы урок сейчас или перемена. Причем такие дети могут неожиданно начать кричать, побежать через коридор или по лестнице, сбивая всех, кто попадется на дороге, включая и взрослых. Таким образом запросто могут пострадать и те немногие ученики, которые ведут себя прилично. Интересно, что последние исследования показывают резкое снижение брезгливости учеников в последние годы. Так, многие запросто садятся на откровенно грязный пол, совершенно не замечая грязи, спокойно поднимают с пола или земли упавшую и испачкавшуюся еду и засовывают ее в рот, едят. Про мытье рук порой и говорить не приходится. Дурдом на выезде, принято называть такое. Надо ли говорить, как высок в наши дни травматизм в школах? Травмы являются ведущей причиной детской смертности. По какой-то причине очень многие дети совершенно не воспринимают взрослых, а порой и вообще замечания или любую другую информацию из внешнего мира. И вот тут, в попытке разобраться, почему современные школы превращаются в аналог психушки, стоит остановиться и задать себе вопрос. А это вообще нормально, когда у значительной части детей существенно затруднено восприятие внешнего мира коммуникации? Не напоминает ли это реальное психическое нездоровье? Даже первоклассник, если это здоровый ребенок, уже прекрасно способен к конструктивному общению с учителем, выполнению инструкций, пониманию объяснения соответствующих возрасту вещей, как бытовых, так и в рамках школьной программы. По факту же, порой и старшеклассники не все оказываются к этому способны. Почему так происходит? Неужели так много родителей не сумело развить у детей даже базовые навыки? Или проблема в чем-то еще? Если мы обратимся к медицинской части вопроса, то вынуждены будем констатировать настоящую эпидемию неврологических расстройств среди детей в настоящее время. Причем дело далеко не только в таких тяжелых расстройствах, как, например, эпилепсия, аутизм или ДЦП. Речь о таких расстройствах, которые не являются поводом для признания инвалидности, тем более, что присуждение статуса инвалида со всеми полагающимися средствами реабилитации – дело для любого государства накладное, но тем не менее ведут к возникновению неадекватного поведения и нарушению когнитивных способностей. Например, в наши дни значительная часть школьников имеет диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» или подобные, либо имеют такие диагнозы в анамнезе. Эти отклонения требуют не только лекарственной терапии для коррекции состояния ребенка, но и специализирующихся на таких детях педагогов, а также подходящих коррекционных программ обучения, часто персонализированных, так как каждый ребенок с отклонениями может иметь массу особенностей. Однако признание государством таких детей здоровыми и готовыми к школе, а также подчас нежелание родителей проходить обследование и корректировать состояние ребенка, кому охота, чтобы родное дитя признали ненормальным, или просто нежелание отдавать в коррекционную школу, или просто отсутствие коррекционных школ приводит к тому, что в обычные школы попадают в том числе не очень здоровые дети. Причины этой эпидемии – тема для отдельной книги. Здесь мы просто вынужденно констатируем данный факт. Но в настоящее время, в соответствии с законодательством, никому не могут отказать получение образования. Даже если ребенок имеет тяжелейшую форму ДЦП и живет как растение, права человека, знаете ли, равны права для всех. Его обязаны обучать, а при окончании школы выдать аттестат, даже если он не показывает никаких знаний и обучаемости. Само собой, дети с относительно небольшими отклонениями вместе со всеми отправляются в самые обычные школы, где работают учителя, обученные работать лишь со здоровыми детьми. Коррекционный педагог – куда более редкая и сложная специальность. По сути, даже если будет один-двое таких с особенностями ученика на класс, они могут превратить в хаос как уроки, так и перемены. Так еще придумали инклюзивное образование, при котором в обычный класс попадают и заведомо больные дети. С такой инклюзией учителю справиться еще сложнее. Теперь разберем другую проблему. Смартфоны у детей. И здесь нам снова придется говорить о детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, аутизмом и подобными неврологическими расстройствами, поскольку именно для них смартфоны представляют наибольшую опасность. И при этом именно такие расстройства и связанное с этим поведение и является большинством стимулом для родителей дать ребенку смартфон в самом раннем возрасте, чтобы тихо сидел сколько возможно и никому не мешал. Отключение от реального мира приводит к тому, что дети не приобретают навыки взаимодействия с ним. Отсюда и неадекватное поведение и многочисленные травмы. В виртуальном мире нет таких опасностей для жизни и здоровья, как в реальном. Из-за трудностей с развлечением реального и виртуального, которые часто возникают у детей, особенно маленьких, они часто гибнут, катаясь на электричках, прыгая из окон и забывая, что лишь виртуальные супергерои способны летать. По тем же причинам дети не учатся самоконтролю, так как в виртуальном мире доступно все желаемое, а обратная связь более чем неадекватна относительно реальности и однозначно, в отличие от существенно более сложного реального мира. Дети теряют или в принципе не приобретают адаптивность и оказываются не в состоянии соотнести собственное поведение с реальным миром. Каждый отчасти находится в своем виртуальном мире, а пересекаются эти миры порой болезненно. Для устойчивого существования людей в обществе важно реальное взаимодействие, а сегментация на отдельные персональные мерки или группы приводит к хаосу. Отсутствие общих, фундаментальных, вечных ценностей, свойственных очень большим группам людей в реальном мире не позволяет создавать устойчивый социум. Таким образом, будущее очень трудно предсказать при продолжении тенденций массового бессмысленного залипания в смартфонах и, следовательно, в виртуальных мирах. Ведь даже просто для обеспечения всего этого нужны высококлассные специалисты, программисты и инженеры, нужны специалисты-агротехнологи, чтобы всех кормить, нужны квалифицированные рабочие руки, в конце концов, иначе погибнет цивилизация. А вырастить специалиста, умеющего работать на высоком уровне, это долго и сложно. Умеющего понимать реальный мир, адаптироваться к нему и помогать адаптироваться другим в разных аспектах. Очень многие дети школьного и дошкольного возраста и в норме-то буйные, а уж если у них присутствуют неврологические отклонения, тем более. Всего лишь отказ родителей от общения с детьми, воспитание в угоду покоя, такая вот незрелость и безответственность родителей приводит к тому, что многие дети фактически лишены будущего. Так еще и учителя порой показывают пример, копаясь в соцсетях прямо на уроке. Общение со смартфоном с раннего возраста наносит вред даже здоровым детям, если начинается с раннего школьного или дошкольного возраста. Не формируются базовые когнитивные функции, ведь мозг развивается при наличии достаточных стимулов в сложной окружающей среде, дающей адекватную обратную связь, которую не может дать смартфон, даже обучающий цифровые ресурсы. Да, со временем, возможно, мир сильно изменится, но мы точно не знаем как. И на данный момент смартфоны губительны для маленьких детей, не дают им развиваться, в то время как подобные, а также более сложные устройства являются отличными помощниками для взрослых, будучи в умелых руках, позволяют конструктивно развиваться обществу, науке и технике. Ребенок, у которого по какой-либо причине существуют проблемы с коммуникацией, теряет последние шансы обучиться этому. Ведь, как показывают исследования, постоянное использование смартфонов с раннего возраста приводит к состоянию подобную наркозависимости. А потому отказ от смартфона при попытке обучения реальному общению после онлайн-общения вызывает лишь ломку и желанию вернуться к смартфону, а мозг, которому не предлагается задач прогрессирующей сложности, останавливается в развитии. Таким образом, хаотичное использование смартфона не решает проблем самого ребенка, а напротив, усугубляет их. Вместо помощника в решении конкретных практических задач и расширяющего возможности, устройство превращается в нечто, где человек залипает, умственно деградируя, и превращаясь лишь в идеального потребителя ненужных ему товаров и услуг, в условиях рыночной экономики-то. Вырастая, такой человек становится лишь обузой для государства, умственно неполноценной и никому не нужной личностью, не способной выполнять сколько-нибудь сложные задачи. Ведь чем больше берет на себя смартфон, тем больше деградирует мозг. Мозг, увы, так устроен. Так, например, до появления смартфонов люди неплохо могли ориентироваться на местности, а с появлением смартфонов этот навык у многих утрачен или не развился вовсе. А искусственный интеллект на данный момент, увы, не превосходит человеческого. Даже тот, который обыграл чемпиона мира в шахматы. Попробуйте-ка дать ему не игру, а реальную комплексную задачу. Не справится. А если придумают такой, то как бы он людей не поработил. В современном мире, который некоторые личности так хотят тотально оцифровать. Помимо описанного выше, необходимо упомянуть и перегрузку учебных программ. Перегрузка информации, внеурочными, добровольно-принудительными занятиями вызывает и сознательные или бессознательные протесты учеников. Перегрузку испытывает большинство учеников даже в самых обычных школах. Уроков каждый день много, затем ученики еще вынуждены выполнять домашние задания в большом объеме. Тем не менее, по статистике, в российских школах, например, очень мало уроков. Откуда же такая разница в оценках? Дело в том, что, чтобы избежать перегрузки расписания, уроков и вправду ставят мало. Однако во всех государственных школах при этом вводят внеурочную деятельность, которая, по идее, должна заключаться в проведении каких-то интересных занятий для переключения внимания от традиционных уроков на иную деятельность, достаточно свободного характера и быть добровольной, по факту оказывается дополнительными уроками. Только вот эти уроки в статистику не входят, а ведь от них дети устают не меньше, а даже больше, так как это, как правило, последние уроки. Отсюда и внутренние протесты детей и плохое поведение. Им и так непонятно, зачем все это обучение, так еще вот вам дополнительно все то же, только под другим названием – обман и перегрузка. В завершении отметим также фактор плохого поведения и превращения школы в психушку, возможность подавать жалобы на учителей, причем и школьников. Это приводит к изменению психологии школьников, понижает статус учителя и его авторитет, делая его не наставником, эталоном и примером для подражания, а обслуживающим персоналом, который по какой-то непонятной причине должен впихивать в учеников какие-то знания с непонятной никому целью. Разумеется, это ведет и к плохому поведению в школе и снижению эффективности обучения. Не стоит также забывать и низкую квалификацию педагогов, причиной которой является как ухудшение качества их подготовки, так и развитие социума в современном мире, формирующее соответствующий менталитет педагогов, в том числе ориентация обучения на показатели, рентабельность, а не на ученика. Дети не могут не понимать, если учителя больше всего заботит вовсе не обучение, а совершенно оторванные от него показатели. С чего бы тогда слушаться учителя и благоговейно ему внимать на уроках? После того, как мы разобрали все эти проблемы, а это далеко не все, лишь самое основное, у вас еще осталось удивление, почему школа похожа на психушку. Не просто так родителей не пускают в стены школы. Дети-то не все могут рассказать, а учителя промолчат, коли директор попросит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok